Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня Самвелу Карапетяну исполнилось бы 60 лет. Сегодня азербайджанские вооружённые силы обстреляли участок ЕРАС в направлении армянских позиций. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают необходимым проведение переговоров без предусловий и всеобъемлющие урегулирования арцавского конфликта. В кадовщину геноцида езиды выступят с требованиями. В Адской области Западной Армении произошло наводнение. Завершены археологические раскопки Эребуни. Музей Ованеса Туманяна, глава 3. Сегодня, 30 июля 2021 года, исполняется 60 лет со дня рождения Самвела Карапетяна, президента Фонда изучения армянской архитектуры, члена-учредителя Национального совета Западной Армении, эксперта по памятникам. Смысл всего – высшая ценность – это родина, святилище священного. У всех нас в жизни есть незаконченная работа. Важно сказать поколениям, что они не сдадутся и продолжат борьбу. У нас была коренная проблема. Что можно сделать, чтобы этот корень не засох? Мы должны взращивать все национальные силы, которые возрождают и восстанавливают наш национальный имидж. Самая настоящая, самая честная ценность – это родина. Родина – это еще и ценность, которая облагораживает и возвышает человека. Самвел Карапетян. Самвел Карапетян – уроженец столицы, был потомком семьи Багдасаров, родом из силы Бердак в провинции Арчеш, Западной Армении. В подростковом возрасте он объездил всю Армению, чтобы изучить местную природу, а с 1978 года фотографировал, измерял и описывал армянские памятники всей исторической Армении. За три десятилетия он исследовал и перечислил тысячи образов армянской архитектуры. Он первый исследователь многих деревень, сел, полей, первый фотограф, землемер, первооткрыватель и локатор сотен памятников. Первый читатель и издатель тысяч литографий. Примечательно, что исследования отдавали приоритет тем областям, где наши исторические памятники и культурные ценности находятся под наибольшей угрозой. Составлены карты путеводителей памятников разных регионов. Он измерил более 200 памятников на территории Республики Арцах. Сделал 24 тысячи снимков. Патриотически настроенный руководитель Ереванского офиса Фонда изучения армянской архитектуры прожил всего 58 лет, но его имя и работы сохранились веками. 30 июля вооруженные села Азербайджана в очередной раз провели провокацию в направлении Нахичевани на армяно-азербайджанской границе. Об этом Армен Пресс сообщили в Минобороны Республики Армения. В частности, с 11.20 до 11.30 азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперских винтовок огнестрельного оружия разного калибра, по армянским позициям расположен на участке Ярасх. Ответными действиями огонь противника был остановлен. С армянской стороны жертв нет, говорится в заявлении. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В заявлении, в частности, говорится, сопредседатели обеспокоены недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе, в том числе с сообщениями о жертвах. Сопредседатели призвали Армению и Азербайджан немедленно снизить напряжённость, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим соглашениям о прекращении огня. Сопредседатели подтвердили необходимость согласованного всеобъемлющего и прочного урегулирования всех других ключевых вопросов конфликта и призвали стороны как можно скорее вернуться к переговорам под окидой сопредседателей. Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку, продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его группы. Европейский координационный союз езидов проведёт широкомасштабные встречи с 1 по 7 августа, требуя признания резине 3 августа 2014 года в Шенгале геноцидом и привлечения к ответственности виновных к геноциде. Езидские женщины и дети по-прежнему находятся в руках ИГИЛ, а также признают автономный статус Шенгала. Многие езидские учреждения и организации в Германии выступили совместным заявлением по случаю 7-й годовщины резине в Шенгале 3 августа 2014 года. В заявлении говорится, посредством этого геноцидного нападения они пытались полностью уничтожить езидскую общину и религию. Добавляя, что тысячи людей были убиты, тысячи женщин и детей, и ещё тысячи всё ещё числятся пропавшими без вести. В заявлении также содержатся следующие требования, которые также относятся к роли Ирака, ХДП и ЕС. В геноциде и его последствиях. Ирак должен признать автономию управления и статус Шенгала в соответствии со своей конституцией. Американско-европейские международные институты должны прекратить угрожать езидам, турецким государствам. И Курдская демократическая партия должна прекратить сотрудничество с турецким государством и признать волю народа Шенгала. В то время как в ряде регионов Западной Армении бушуют крупные лесные пожары, в некоторых регионах проливные дожди не прекратились, что привело к опозням и наводнениям. Одним из таких районов является провинция Ван Западной Армении, где в результате наводнения в провинциях Сарай, Озап и Паскале десятки людей оказались на дороге, и десятки мелкого рогаткого скота погибли. Также был поврежден один грузовик, он не выдержал потока воды и разделился на две части. В 13 районах четверых областей начаты ремонтные работы на дорогах, пострадавших от наводнения. В связи с совершением археологических раскопок Аябуни на городище Аябуни, заместитель мэра Еревана Гаяна Мелкомовна Мелкомян и посол Франции в Республике Армении Джонатан Лакот представили результаты исследований миссии 2021 года. Мелкомян и Лакот осмотрели объекты, ознакомились с проделанной работой, а затем дали пресс-конференцию. В своем выступлении Джонатан Лакот подчеркнул, что на это наследие очень важно для истории Еревана и региона в целом. Это часть более крупной общей программы в области наследия, осуществляемой Арменией и в Армении. Франция начнет сотрудничество с Арменией по сохранению наследия, так как армянское наследие находится под угрозой. Мы хотим быть рядом с Арменией, чтобы сохранить и ценить это наследие, сказал Лакот. Директор музея-заповедника Микайл Паталян подчеркнул, что это древнее место очень важно не только для изучения археологии, не только в Армении, но и во всем регионе. Многие археологи знают об этих исследованиях и получили высокую оценку самых авторитетных урарских ученых, сказал Паталян. Напомним, с 2008 года в крепости Эребуны проводятся серьезные археологические раскопки. Сегодня на телевидении Западной Армении мы подведем итоги и представим вам третью часть видеоролика, снятых в музее Айванеса Туманяна, где вы сможете увидеть, как и в каких условиях жил всеармянский поэт. На видео показан его кабинет, гостиная и комната для девочек, которые демонстрируют характерный для армян неповторимый национальный стиль. Представлены рассказы о встречах с ним и друзьями, мероприятиях и так далее. А далее для вас Геворг Хаджиян, Золю Елькне. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...